Вопрос. Как психологически правильно настроить себя человеку, который в силу, к примеру, врачебных ошибок или состояния здоровья, не может выйти на работу и вынужден жить на пенсию, которая покрывает только коммунальные услуги и чуть-чуть остается на еду? Ну, действительно сложный вопрос. И сочувствую ситуации, но при этом, если говорить именно действительно про задачу, про постановку как запроса, про выход из ситуации, то я бы предложил рассмотреть, что здесь, возможно, два пути решения и будет зависеть, опять же, от того, что человек хочет для себя сделать, как он эту ситуацию хочет разрешить. То есть хочет ли он, допустим, ситуации смириться или хочет он ее изменить? Если человек хочет смириться, давайте пойдем, не знаю, правда, затрудняюсь, что тут будет именно более сложное, могут быть сложными оба варианта, но, допустим, человек объективно видит, что ситуация, она неизменна, и он хочет именно с ней научиться смиряться, научить ее применять. То есть, по сути, это вопрос про то, как человек может выстроить свой разговор с Творцом. То есть Творец ему посылает это испытание, оно для человека непростое, как ему это испытание? Выдержать, да, как ему отнестись к тому, как говорят наши мудрецы, Бог дал, Бог взял, да будет ему богословенно. Ашем Натан, Ашем Лаках, Ишем Ашем Мурах, и то, что в Перке вот написано, что счастлив тот, кто удовольствуется своей долей, да. То есть, но при этом важно, чтобы это не было такой, как бы, эспет, такой, как на похоронах, да, такая речь, а именно действительно про выстраивание диалога с Творцом, понимание, что в моей жизни сейчас происходит, почему Всевышний именно вот такое испытание послал. У нас есть два испытания, есть испытание богатством, есть испытание бедностью, и тут, соответственно, некоторые испытания посылаются, и очень правильно, опять же, воспользоваться тем, что написано в Перке, а вот, что человек должен сделать себе раввина, купить себе товарища, приобрести себе товарища, важно, чтобы посоветоваться с друзьями, посоветоваться с раввином, и взгляд со стороны, он может здесь очень помочь быть очень полезным. Вот, это один путь. Другой путь, если же стоит задача все-таки ситуацию изменить, да, с ней как-то справиться, вот, то будет, опять же, необходимо действительно тоже помощь друзей, и, то есть, если мы не говорим про именно психотерапию, контакт с психологом, который, может быть, тоже необходим, потому что это может быть и депрессивное состояние, вот, но если мы говорим именно про такие техники самопомощи, то первое, что можно посоветовать, это, конечно же, помощь друзей, которые со стороны видят лучше, и они видят возможности, как правило, если к ним обратиться и сказать, что, дорогой друг, вот ты меня знаешь, что мою ситуацию видишь, есть ли у тебя какие-то варианты, но при этом будет очень важно отследить свою реакцию на то, что друзья говорят. Если в ответ на любые их предложения человека включается «нет, нет, и не надо», «нет, нет, и не подходит», то это уже будет вопрос человеку, что с ним сейчас происходит, потому что друзья же не идиоты, раз они что-то говорят, то есть они же, ну, они не гадают на кофейной гуще, да, то есть они говорят о том, что они действительно так видят, и получается, что человек, он почему-то, ему важно из этой ситуации не выходить, если кто-то предлагает решение, он его, почему-то важно ему это решение отбросить, ну, вот, то есть тогда мы говорим про действительно все-таки более сложную ситуацию, где человеку именно важно, получается, несмотря на то, как бы он ни говорил, что ему важно из ситуации выйти, все-таки вот, если ему предлагают пути решения, он их отбрасывает, говорит «нет, вы ничего не понимаете, вот я должен именно пострадать, то почему-то ему сейчас важно действительно это страдание, побыть в этой ситуации, возможно, имеет место какое-то горевание, которое надо сейчас прогревать, или еще почему-либо ему важно именно сейчас погрустить, вот, и тогда важно все-таки со своими чувствами вступить в контакт, и если вот через некоторое время ситуацию чуть отпустят, все-таки воспользоваться помощью друзей, которые видят, как ситуации выйти, так что здесь вот может быть несколько путей, на скидку то, что вот не зная человека, могу приблизительно так ответить.